Новоселье Анапский многофункциональный центр справил в новом жилом районе на улице Шевченко. Во дворе большая парковочная площадка, под учреждение отдан первый этаж многоквартирного дома. Вход с двух сторон оборудован и для маломобильных граждан. Все сделано для удобства людей. Именно об этом говорит первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая на церемонии открытия нового центра государственных и муниципальных услуг. Искренне от всей души поблагодарю людей, которые создали условия для муниципального учреждения, которое должно эффективно и качественно помочь жителям нашего города получать услуги. Без очереди, без суеты, с хорошим настроением, в удобное для них время. Важность события подчеркивает руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края. В этом году по поручению Александра Николаевича Откачева мы уже третий открываем, начиная с июля месяца. И очень радостно, что с каждым днем мы все больше и больше приближаемся к показателю, который нам установил президент Российской Федерации Владимир Владимирович 90%. И сегодня с открытием этого многофункционального центра город Анапа муниципальное образование полностью выполняет требования указа. Вопрос о переезде важнейшего учреждения на новое место назрел давно. Старое помещение, в котором МФЦ был прописан с 2010 года, иногда с трудом вмещало всех желающих. Только с начала этого года центр принял 72 тысячи анапчан. Новое здание просторное, светлое и оформлено в новом фирменном стиле. Поменять бренд, но не свое назначение. Сегодня Анапский многофункциональный центр предоставляет 171 услугу. Здесь можно оформить материнский капитал или пенсионные документы, получить разрешение на строительство, зарегистрировать право на земельный участок. Спектр услуг очень широк. Те, кто привык к сервису по принципу единого окна, сориентируются без труда. На входе установлен информат, который по запросу выдаст талон. Очередь регулируется автоматически. К оператору вас пригласят. Тех же, кому понадобится помощь, встретит администратор. Количество окон, а их в зале 38, дает все основания полагать, что очередей в новом центре государственных и муниципальных услуг не будет. Этот центр открыт, во-первых, здесь больше услуг, во-вторых, помещение великолепно сделано, удобно для жителей, удобное местоположение в городе. И не так тесно, как с вами. И не так тесно, да. Ну, спросите у жителей, они сами есть. Еще, если будет маршрутка дополнительная, то будет очень здорово. А так хорошо, да. Маршрутка будет. Очень красиво. Комиссию в Анжианцево. Ну, смысл всего этого, чтобы не ходили люди от одного учреждения, да, к другому учреждению и так далее, чтобы это все было возможно в одном месте. Одно опасение высказывают анапчане. Будет ли обеспечена транспортная доступность к новому зданию? Нас заверили, что проблема с автобусами до МФЦ не возникнет. В настоящее время добавлены автобусы по маршруту номер 2, который непосредственно подъезжает к новому зданию МФЦ. Также до здания МФЦ можно добраться на автобусах, следующих из 12 микрорайона, также из 3 микрорайона через центральную часть города в сторону Восточного рынка, также к новому зданию МФЦ. Двери Анапского центра государственных и муниципальных услуг открыты 6 дней в неделю. С понедельника по пятницу с 9 утра до 8 вечера без перерыва и в субботу с 9 утра до 2 часов дня.